Шаровский замок Казалось бы, замок является идеальным антуражем для свадебной фотосессии, но в связи с большим количеством посетителей в выходные и праздничные дни свадебная или тематическая съемка может быть затруднена. В 1881 году Шаровский замок приобрел известный в те времена сахарный магнат Леопольд Кёнинг. Леопольд Кёнинг переехал с семьей из Петербурга в богатую плодородными черноземами Харьковскую губернию, где сложилась благоприятная ситуация для производства сахара. Леопольд Кёнинг Благоустроил замок с помощью лучших мастеров и садовников и превратил его в настоящее произведение архитектурного и ландшафтного искусства, соответствующее высокому европейскому уровню. Благоустроил замок с петербурга в богатую плодородными черноземами Харьковской губернии и ландшафтной плодородными черноземами Харьковской губернии. Элементы декора, богатая лепнина и расписные плафоны. Благоустроил замок с петербурга в богатую плодородными черноземами Харьковской губернии. В 1912 году внутренние и внешние работы в усадьбе были завершены, и она приобрела свой окончательный вид. В то время замок насчитывал 26 комнат и 3 больших зала, убранство которых поражало своей роскошью. В интерьере залов присутствовали мраморные камины, лепнина, роспись, изящная резьба по темному дубу и дорогой паркет. Здесь устраивались баллы и проходили спектакли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В Шаровском замке у супруги Кёнинга был диагностирован туберкулез легких. Леопольд Кёнинг, надеясь помочь жене созданием благоприятного микроклимата, руками ботаников продолжил работу по созданию парка Дендрария в Шаровской усадьбе. Множество растений парка, очищая воздух, позволяли супруге Кёнинга чувствовать себя намного лучше. Шаровский замок возвышался над озером, в котором плавали белые лебеди. От них он и унаследовал свое имя – белый лебедь. Субтитры создавал DimaTorzok Кёнинг построил рядом с дворцом теплицы для разведения свежих цветов для замка даже зимой. Как видите, внутри замка мало интересных фотолокаций, а вот на территории Дендропарка можно сделать несколько красочных кадров. Леопольд Кёнинг возвел в Шаровской усадьбе хозяйственные постройки для прислуги в стиле неоготики – дом управляющего, конюшни, гаражи для машин, большой фазаник и даже собственную электростанцию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 1917 году, когда началась революция, Леопольд Кёнинг с супругой были вынуждены покинуть свою резиденцию и переехать в Германию. А имение было национализировано и до 1924 года к восточному фасаду была пристроена двухэтажная стекленная веранда, которая на сегодняшний день находится в аварийном состоянии. В 1925 году в комплексе был создан один из областных санаториев для больных туберкулезом. С начала открытия санатория люди и в самом деле на ранних стадиях болезни выздоравливали благодаря уникальному микроклимату Дендропарка. Благодарим вас за просмотр, подписывайтесь пожалуйста на наш канал и исследуйте вместе с нами красивые уголки нашего региона и планеты. Субтитры создавал DimaTorzok